Школьники в дыму. Чтобы быть модным, а главное, как все. В Рязани случай, когда дети курят электронные сигареты в общественных местах, не редкость. Обычное рязанское антикафе. Здесь есть все для развлечений. Настольные игры, приставки, кинозал. Директор признается, школьники действительно курят. Выходят обычно на улицу. Но в последние полгода взяли моду на электронные сигареты. Как вот мода пошла, электронные сигареты, стало модно курить. Пропагандируется, что они менее вредные, чем обычные сигареты. И начали курить. А так как закона нет, что они запрещены, поэтому здесь уже не приструнишь. Можно сделать замечание, кто-то послушал, а кто-то я хочу и все. Несовершеннолетним закон запрещает лишь никотин. А вот продажа так называемых нулевок никак не регламентирована. То, что купить жижу, сам аппарат не так просто, неправда. 18 плюс в магазинах и на интернет-сайтах – это личные инициативы самих предпринимателей. Но подростки умеют нарушать запреты. Это обязательно критерий только на словах. По факту интернет-магазины тоже это не отслеживают. Он заказал, грубо говоря, парень, ему 15 лет, он заказал на папину карточку и все. И папа этого не увидел. Как они, собственно, все и делают. Непосвященный не сразу поймет, куда попал. За одним большим облаком дыма барную стойку разглядеть получается не сразу. Но алкоголь здесь не продают. На самом деле это модный вейк-шоп. И вокруг не дым, а пар. Купил и вот и часть огромного мира любителей парить. Ну, решил перейти на электронные сигареты, потому что, во-первых, стало дорого, а во-вторых, как говорится, не модно. Туда можно залить абсолютно любую жидкость. То есть, грубо говоря, от вкусов с табаком до тех же мандаринов, яблок. Ну, на что хватит фантазии. Мужчины постарше, они табачку. Табачку, ванильный табак, терпкий табак. В основном все на табачке. Парни от 20 до 30 здесь вообще они пробуют все. Вот все, что приходит новое, они первыми прибегают и начинают. Я хочу там давать вот это, давать и фрукты, давать и мороженое, давать и яглоки. Все пробуют. Здесь нет никаких определенных предпочтений. Девушки? Девушки тоже. Девушки чаще всего по сладостям убиваются. То есть, прямо очень сильно любят выпечку, пончики, всякие пироги, штрудели. Вот все в этом направлении. По выпечке, сладкоежки вообще дикие. Электронные сигареты – это уже не только замена традиционной. Вейпинг называют новой субкультурой. У них даже гимн свой есть. Парю, где хочу, законом не запрещено. Символит, а не ты, так что затянусь еще. В России никотиновые гаджеты ни под какие запреты не попадают. Хотя в некоторых странах электронные сигареты и вовсе запрещены. Заядлые уверяют, курение электронных после долгих лет зависимости от обычных даже здоровье поправляют. Виталий бросил курить обычные сигареты 6 лет назад. Когда решил бросить, помог вейп. То есть реально подняться на девятый этаж, ноги гудят, а дышки нет. То есть именно уход негатива курения. Я не говорю, что пар, панацея или лекарства. Нет, это способ помочь тому, кто принял решение. Наркологи называют такой способ обращаться с табаком замены одной зависимости на другую. Электронные сигареты, как и обычные сигареты, являются в психологии замещающим поведением. То есть человек это делает, чтобы чувствовать себя уверенней, чтобы чувствовать себя спокойней. Кто-то для чего-то еще. Но как ни крутить, это замещающее поведение. То есть оно само по себе является фактором того, что у человека есть психологические проблемы. У электронной сигареты, сигары или трубки две основные части. Батарейка с нагревательным элементом и картридж с жидким никотином и вкусовыми добавками. Жидкость испаряется, и курильщик вроде бы получает знакомые ощущения безо всякого дыма, то есть вредных смол. Вейперы признают, что насколько вредно курить электронку, они сами не знают. Просто для них это меньше изолг. Пока нет ни одного официального источника, который бы нам заявил, ребята, вот бумага, вот мы провели исследование, мы провели правильное исследование. Мы долго парили, много людей пробовали, и вот что с ними стало. Нет ни одного. То есть мы все ждем, мы все понимаем, что в любом случае какой-то вред есть. Но мы узнаем это, я думаю, в лучшем случае лет через 10. Запрет использования курительных гаджетов в общественных местах уже давно обсуждают в Госдуме. С тем, что эти гаджеты вовсе не игрушки, согласные врачи. Наркологи и продавцы электронных сигарет давно бьют тревогу. Подростки больше подвержены любым зависимостям. Самая главная проблема, что умы не окрепшие. И они, очень много ребят, которые вообще доходили до маразма, они пытались парить соевый соус, они пытались парить васаби, они пытались парить там стопроцентный никотин. Да, конечно, электронные сигареты точно так же вызывают зависимость, как и обычные сигареты, ничем в принципе они не отличаются. А пока ученые-специалисты пытаются доказать вред от электронных сигарет, растет статистика, которая подтверждает возросший детский интерес к вейпингу. Пока подобные устройства не запрещены, школьники уже предпочитают вейп новому смартфону или компьютерной игре.